Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу крутой скрипт для Deadlyft Simulator. Для этого переходим на мой личный сайт, также ссылка на него как всегда будет в описании. Перед началом, если у вас нет никакого чита, заходим во вкладку Exploits и скачиваем чит от Splash. На данный момент работает только он из всех читов, которые находятся на сайте. Также видео о том, как его скачать и получить ключ, я оставлю в подсказках, можете посмотреть. Дальше после того, как скачали чит, в поиске пишем нужный нам режим, нажимаем поиск. И возвращаемся обратно во вкладку Home. И вот, как видите, находится этот скрипт на этот режим. Все, что остается, нажать нам нужно на эту запись, дальше нужно нажать на кнопочку Get. И вот появляется скрипт. Как видите, все очень просто и легко. Мы его копируем, заходим в игру, открываем чит, в чит вставляем скрипт и нажимаем кнопочку Inject. И ждем, пока заинжектимся. Так, все отлично. Inject прошел. Вот эту вкладку, которая открылась, можете закрыть, чтобы она вам не мешала. Дальше все, что остается сделать, это нажать на кнопочку Exclude. Нажимаем и ждем, пока загрузится сам скрипт. Так, все. Как видите, вот он уже загрузился. Довольно быстро. И давайте начнем тестить. Первая функция это автоклики. Включаем. И как видите, эта функция прекрасно работает. Я вот не знаю, разница есть между кликами в самой игре и с помощью скрипта, но мне кажется, есть. Так, скорее всего, за счет скрипта клики намного быстрее прибавляются. Вроде бы как. А дальше здесь можно выбрать доступные килограммы. 15, скорее всего, мне недоступно будет. Ну, давайте посмотрим. А, есть 2 килограмма, нифига себе. Ну, давайте 2 килограмма, допустим, выберем. Почему-то здесь их нету. Или есть. Скорее всего, должны быть, но тут их долго очень искать, эти 2 килограмма. Скорее всего. Ладно, допустим, вот мы взяли 2 килограмма. И включаем опять автоклики. И смотрим, будет работать или нет. Да, как видите, работает. То есть, вы гантели можете сами выбирать через игру. И уже с помощью функции автоклика прокачиваться. Идем дальше. Это автофарм стрейндж. Тоже, как видите, короче, это, как я понимаю, автоклики, но уже без анимации. То есть, допустим, вдруг, если вам анимация мешает вот этих кликов, то вы можете включить функцию автофарм стрейндж. И также фармить эти клики, но без анимации уже. Идем дальше. Здесь нужно выбрать NPC для автоматического боя. Так вот, самый легкий NPC. Это у нас какой? Nerd называется. Так, по идее, его должен победить. Выбираем его. И включаем функцию автофарм винс. И смотрим, что происходит. Так, как видите, скрипт автоматически за меня начинает очень быстро кликать. И тем самым мы его потихоньку побеждаем. Только я не знаю, до какого числа здесь идет победа. Все понял. Короче, 10 раз нужно вот эту вот фигню поднять. И только после этого мы побеждаем, получается, этого бота. Окей. Так, можно, в принципе, выключить. Ага, и почему-то оно сейчас за меня само поднимается. Тоже как-то странно. Непонятно. Но он меня в итоге почему-то побеждает. Как-то странно. Ладно. В принципе, эта функция работает. Идем дальше. Это у нас автореберсты. Скорее всего, у меня не будет хватать. Да, у меня не хватает. Нужно 25 побед. Но эта функция 100% работает, потому что здесь сложного в ней ничего нет. Дальше телепорт. Давайте проверим. Допустим, винтер выберем. Как видите, телепорт тоже работает. Отлично. Следующая функция это автооткрытие яйца. Так, давайте вернемся на стартовую зону. Самое дешевое яйцо 5 побед стоит. У меня такого количества, к сожалению, нет. Так, подождите. А есть же ежедневные награды или что-то типа такого. Вот, free gifts. Так, тихо. Собираем. И победа мне, к сожалению, не дали. То есть, показать автооткрытие я сейчас не смогу. Но я тоже уверен, что оно работает. Вы сами можете его проверить. То есть, вы подходите к яйцу. Выбираете его название. Вот, допустим, самое первое. Вот, beginner egg. Мы его выбираем. Дальше метод открытия. Либо одно, либо три сразу выбираете. Ну, насчет тройного не знаю. Может быть, не будет работать. Но можете проверить. Но одинарное яйцо. Ну, то есть, открытие одного яйца. Сто процентов будет работать. Дальше нажимаете автохэтч. Селектед. И яйцо открывается. В принципе, здесь все просто. Также есть функция автоэкью и бестпэд. В принципе, такая себе функция. Потому что вы можете, скорее всего, через саму игру одеть самых лучших питомцев. Да. Так что, такое себе. Идем дальше. Это оставшиеся функции. Автоклейм гифтс. Но уже я их собрал. А, мне уже еще одна доступна дополнительно была. Но, как видите, собралось. Отлично. Дальше автоклейм спинс. Так, еще раз нажимаем. Почему-то она не хочет работать. Хотя, у меня вроде спин есть один. Ну-ка. Да, есть один спин. Давайте последний раз проверим. Нет, почему-то не хочет работать. Ладно. А, это собрать бесплатные спины. Тьфу ты, я тупанул. Значит, она сработала. Потому что мне прибавился один бесплатный спин. И теперь автооткрытие спина. Нажимаем и смотрим. Да, как видите, у меня потратился один спин. И мне что-то выпало. Только вот что именно, непонятно. Ладно. Окей. Но самое главное, то что это работает. И последняя функция, это автоколлект daily reward. Я уже собирал эту награду. Но вдруг, если вы ее не собирали, то вы можете это сделать через вот эту функцию в скрипте. Вот как-то так. В принципе, буду на этом заканчивать. Вот такой крутой скрипт я сегодня для вас нашел. Кому он понравился, можете поставить лайк. Подписаться на канал. А также не забывайте пользоваться моим сайтом. Ссылка на него, как всегда, будет в описании. А с вами был Исбан. Всем удачи. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok